всем привет сегодня смотрим еще один денон от антона инкогнито на этот раз денон rd xs 50 минут 1988 год высшая ступень развития лент первого именно первого типа от денон на 1988 год так написано на обороте довольно большая линейка согласитесь 5 типов лент только первого типа в одном модельном году ре ре x rd z rd x rd xs еще из интересного график а чеха на котором видно довольно большой подъем частот при записи в плюс 4 децибела скажется ли это на звуке если откалибруется дека будем выяснять это я к тому что например кассеты sony имеют ощутимое поднятие высоких частот при записи несмотря на то что дека на калибровке вставляется по меткам на индикаторе и это можно считать минусом что будет здесь не знаю сегодня на истории компании дэнон дэнон я останавливаться не буду я об этом уже говорил или еще скажу в будущем так как отснято несколько роликов про кассеты дэнон которые вы не пропустите если подпишитесь на мой канал поэтому сразу о кассете на вторичке этот экземпляр 88 года не редкость как бушных так и в запечатке цена за запечатку 2500-3000 рублей в зависимости от хранометража кассеты бушные стартуют от 400 рублей я дэнон сильно не увлекаюсь поэтому информация может быть ошибочная и не точная я считаю что цена на дэнон завышена она может быть всегда была чуть выше аналогов от других брендов но сами кассеты и ленты по техническим свойствам явно не в полтора раза лучше чем те же sony или тдк хотя если посмотреть на разницу в цене на аналогичные ленты может сложиться впечатление что лучше дэнон в настоящее время интересен больше коллекционерам этого бренда а под запись есть немало годных кассет и подешевле но справедливости ради скажу что недавно тестил парочку дэнонов gr 90-х годов и я открыл рот от удивления настолько классно записались железные кассеты от дэнона что по упаковке к ней никаких замечаний идеально ровно натянута волн или пузырей не вижу смотрится сама по себе довольно эффектно и показывает всю красоту кассеты которая под этой упаковкой торцы следующим образом выглядит заднюю часть упаковки уже посмотрели здесь много японского текста графики и линейка этих кассет упаковка на 10 баллов без сомнений еще из интересного в верхнем левом углу for сиди и ниже for digital edge для цифрового века понятное дело что это отсыл к тому что эта кассета великолепно подходит для записи ваших компакт-дисков для 88 года это актуальнейшая информация для любой кассеты тем более для топовой ленты от дэнона первого типа поскольку эта кассета не моя ее нужно будет вернуть антону который не интересуется сохранением упаковки ну и мне она тоже не нужна то сама упаковка как говорится пойдет на вскрытие варварским методом будет просто сорвана я конечно при этом испытываю большие муки но зато все равно приятно взять и упаковку эту собрать упаковка по качеству неплохо довольно такая мягенькая не сильно шуршащая классная вещь свежескрытая еще не открытая кассета denon rd xs 88 год вид спереди торец вид сзади открываем ух эта кассета хорошо щелкнула в комплекте кассета вкладыш со стикером да стикер вот он стикер такой вообще эпические эпические бомбические здесь мы имеем раз два три четыре четыре наклейки которые клеются вот сюда вертикально то вот эти наклеечки затем маленькие здесь чего еще есть буква б есть такой треугольник в общем много чего что можно куда-то приклеить плюс вот эти две тоненькие полоски стикера которые клеятся на торец кассеты что тоже очень удобно в общем стикеру однозначно зачет не часто такой богатый стикер встретишь в кассетах но опять же это топовая лента здесь как говорится положено иметь дорогой и классный стикер вкладыш с почти полноразмерным разворотом он чуть меньше чем вот эта основная сторона изнутри все как и люблю цветные краски здесь иероглифы которые я не очень люблю здесь опять же место для надписей made in japan снаружи вот так выглядит плюс торец таком виде очень даже неплохо коробка классические 6 лучевые стопперы стандартная лицевая часть коробка толстая в левом нижнем углу логотип данном видно не видно но я его точно вижу открывается без проблем за один угол значит пластик жесткий и по прозрачности тоже нареканий не имеет мне все нравится и того коробка вкладыш стикер 10 баллов без сомнений кассета единственное что мне не нравится в таком кузове таком корпусе кассеты то что корпус он не зеркальный соответственно ну если смотреть схвозь к кассету то видно что вторая сторона обратная сторона она перекрещивается с лицевой стороной может быть кому-то это нравится но я думаю если бы здесь была зеркальная кассета типа как на фуджиках то смотрелось бы такая кассетка поинтереснее еще из особенностей это широкие катки но это не самые широкие у кассета на 46 минут катки еще шире но в любом случае конкретно вот эти катки чуть шире чем стандартные которые ставятся кассета на 60 или 90 минут это хорошо видно естественно широкие катки всегда смотрится бомбически еще здесь из интересного формовка треугольничек сторона 1 здесь место под наклейку вертикальная здесь еще какой-то квадратик естественно большое наверно в половину а то и в две трети панорамное окно с раздлительной черной полоской довольно симпатичный дизайн ничего не скажешь но вот была бы зеркалочкой конечно была бы тема сам пластик на ощупь шершавый не сильно такой то есть им что-то подскопить наверно не удастся или маникюр сделать точно не получится ну тогда шершавый краски шрифт на кассете хорошо читаются все четко дэнон rd xs здесь ultimate dynamic range extra low чего-то там не вижу оранжевые замки и классические по прорезям каток на этой кассете менду так необычно смотрится что ее мало но понятное дело что 50 минут и все такое ну и собственно что с лентой подушечку и пластину я вижу ракорд молочный слегка прозрачный полуматовый перпендикулярные фиолетовые полоски ракорд хорошей длины и лента лента по цвету такой насыщенный коричневый цвет железный цвет кассета вручную мотается таким с приятным звуком она не шебуршит не трещит приятно это как бы не хорошо неплохо просто этих кассет уже много накрутил и рука чувствует нравится и как возвращается лента или не нравится вопросов внешне клиенте не имею давайте посмотрим на нее в магнитофоне дэнон дэнон 88 год и пионер сети 757 того же самого года немного перемоткой вперед и 315 герц нам индикаторе вход выход 00 великолепно калибровка подмагничивание в плюс уровень наверно в минус подмагничивание плюс 2 уровень минус минус 1 ровно вот так да индикаторы стоят ровно по меткам крутилки подмагничивание плюс 2 этот уровень плюс 1 но ответьте иногда что-то там скачет ну пока так как есть теперь полная перемотка вперед и полная перемотка назад как я и обещал антону сторона а вот одна точка соответственно отсутствие ленты на этой катушке говорит о том что я ее полностью перемотал вперед теперь то же самое мотаю назад промотали еще раз калибровка уже на перемотанной кассете все то же самое иногда мигает в плюс она мигает в минус ну так себе все таки подкорректировать не подкорректировать ну чуть-чуть я поправил подмагничивание в целом мне все нравится 0 на входе 0 на выходе это 315 герц в таком положении в таком положении небольшой разбалансе к я вижу здесь поправить да слегка надо было поправить уровень никакого разбаланса я не вижу все четко выставляется все прекрасно пишется пока вопросов к ленте нет давайте послушаем песню потому что только песня нам покажет или скажет или споет на что способна конкретная кассета входящий уровень я выставлю в плюс 3 по значку dolby пиках плюс 4 децибела и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Подпишитесь и вы сами все узнаете А всем, кто досмотрел этот выпуск до конца Хочу сказать спасибо за просмотр Напишите свой комментарий И самое главное, не болейте